Подмосковные вечера Валерия Уже позднее появилась семья Родились дети И я поняла, что Я должна умудриться Как-то совмещать это Потому что оставить работу Совсем для меня Совершенно немыслимо На сегодняшний момент И в то же время семья для меня Все в этой жизни Поэтому если чего-то очень хочешь То обязательно этого добьешься Вы когда-то предполагали И что вот знали заранее Что у вас будет трое детей Нет, никогда Я даже вообще с трудом Себе представляла в роли матери И я одна в семье И мне казалось, что Нет, мне казалось, что много детей Это просто Много детей и я Это просто Понятие несовместимое А вы хорошая мама? Думаю, да Надеюсь, что да Вот время покажет Какие вырастут дети Тогда и будет понятно Какова оценка Мне как маме А насколько удается вообще Вот с ребятами общаться? Такой плотный Плотнейший гастрольный график И как хватает времени на семью? Ну сейчас действительно Очень плотный график И жду с нетерпением Окончания Турне нашего российского Поэтому Заканчиваются гастроли И есть возможность Общаться с детьми Столько, сколько хочется Потом даже внутри Тех самых гастролей Существуют Какие-то Эпизоды Некоторого Затишия Скажем так И в тот момент Я тоже рядом С семьей И если посмотреть Взять там Тем более Крупный период Времени Допустим Вот за год Я наверное С детьми нахожусь Больше, чем Мама работающая Ежедневно Все-таки Мне кажется Я даже Более выгодная Ситуация Вы начали наш разговор С темой семьи Но вот Как-то так уж получается Что говоря с вами И говоря о вас Нельзя не коснуться Темы семейного счастья И вот такой вот Уникальной семьи Наверное Для нашего времени Это действительно уникально Когда человек Находящийся Наверное Уже на вершине Музыкального олимпа Так плотно стоящий На нем много лет И в то же время Вот Благополучие Такое семейное Муж Дети А вот Насколько это сложно Вот с мужем На одной работе И постоянно Вот В одном объеме Столько лет Вы знаете Мне это так кажется Что мы с мужем Постоянно Действительно Мы делаем одно Общее дело Но мы довольно редко Видимся Потому что Во-первых Он не ездит с нами На гастроли И Мы вместе Работаем Только в период Создания песни Что касается работы Безусловно Мы каждый день Обсуждаем Какие-то рабочие Наши планы И по телефону И при встрече Не так много Мы время проводим вместе Поэтому нам Частые расставания Дают наверное Возможность Соскучиться Вы Потомственный музыкант Потомственный Вокалист Уже у вас Вокалист Не потомственный То есть у вас родители Академический музыкант Да Но не вокалист И вы Всегда знали Что вы Пойдете по музыкальной линии Выберете себе Карьеру в музыке Или были Какие-то другие мысли Знаете Я всегда была уверена Что я буду заниматься Только музыкой И ничем больше Потому что Музыка для меня была Всем в этой жизни Для меня Услышать музыку Было всем Нужно дышать воздухом Настолько естественно И Ну я не знаю Со самых ранних лет Меня тянуло Именно петь Хотя профессиональных Вокалистов У меня в семье Нет И Не жалею Надо сказать Нет Потому что я нашла Своё дело Любимое дело Которое меня доставляет Массу удовольствия Пронесит мне радость Может быть Мой следующий вопрос Будет несколько Провокационным Хотя наверняка Наверняка Вам его уже задавали Вот насколько Александр Шульгин Который стал Вашим Не только мужем Но и продюсером Автором Композитором Насколько он стал В вашей жизни Тем Замечательным Принцем Под алыми парусами Эта встреча Изменила вашу жизнь Или Всё-таки Вот к ней Как-то шло Вот к этой удаче Какие-то предпосылки Вот этой удачи Знаете Ну принц в сказках Только бывает И ситуация сама В некоторой степени Действительно была сказочная Потому что Действительно Всё Как бы решил случай С одной стороны Казалось бы Вот случайно Я сразу попала В какую-то Такую ситуацию Когда Нужно было Записывать Сразу участвовать В проекте Таком мощном Международном Который потом Вылился в альбом The Tiger Symphony А потом Это с одной стороны Вроде бы Как случайно А с другой стороны Думаешь Наверное Не так всё случайно Потому что К тому моменту Я уже Поступила В Гнесинский институт Успешно Занималась Там Поэтому Наверное Я к тому моменту Успела Чему-то научиться И Чем-то я Заинтересовала Сашу И Продюсеров Западных Поэтому Наверное Так должно было быть Вот история Вашей Вашей встречи Она в общем-то Уже на слуху И столь многократно Обсуждалась В прессе Наверное Да уже утомился Я уже пересказываю Ничего нового Мы сейчас не скажем Но всё-таки Можно вот Немножко Поподробнее О том Как всё-таки Записывался Этот первый альбом Потому что Наверное Такого глобального Русского проекта Его в общем-то И не было И Ну сейчас Наверное Каких-то аналогов От этого Альбом В общем-то Сложно Наверное Себе предположить Ведь там были И дары Стрейц Насколько я знаю И Пинг Флойд И встречи С космонавтами Ну музыканты этих групп Да То есть Это Действительно Это было очень мощно Это было очень ново На тот период Необычно И Это было не просто Я расскажу подробнее То есть Это В основе этого проекта Музыкального Лежала музыка Нашего композитора Российского Виталия Бондарчука Тексты песен Были написаны Ричардом Найлсом Американским автором Композитором Продюсером И Альбом Создавался В течение Трех Если не больше Более трех лет Очень непростым способом Потому что мы Миноград На приезжали Он записывался В разных студиях В студиях Мюнхена Лондона И симфонический оркестр Большой симфонический оркестр Под управлением Павла Когана Записывался в Москве И вот так мы ездили Между этими Дремя точками Возвращаясь в Москву Перерабатывая материал Осознавая его Вот И Результат получился Очень хорошим Мы посчитали Что в этом проекте Были задействованы Музыканты Более 11 стран То есть Не правильно Сказать Более 11 Более 10 Да То есть 11-12 Так вот Я точно не могу сказать Вот Поэтому Действительно Произошло Какое-то слияние Слияние культур И наверное В какой-то мере Музыкальных жанров Направлений Стилей И вот В процессе Все-таки Это слияние культур Оно наверное Происходило Потому что Следующий альбом Побудь со мной Это были русские романсы И вот Вам как-то так Удается Замечательно Совмещать Вот эти вот Классические русские традиции И в то же время Вот эти все Современные направления Как оно все Так совмещается Удачно Вы знаете На самом деле Мне предложили Записать этот альбом Именно Альбом романсов И я Не сразу согласилась Потому что Никогда раньше Этого не пела Ну как человек ответственный Я конечно Отслышала огромное количество Материала И действительно Настолько в процессе Просто прониклась И нашла То Что мне Интересно И Просто У меня было Отношение К романсам Не как Чему-то Такому Уже Какому-то Сложившемуся Жанру Знаете Как это Принято петь Так А никак иначе Я их Просто рассматривала Эти романсы Рассматривала Просто как Красивые песни Лирические Очень чувственные Очень Которые Можно спеть С позиции Молодого человека Совершенно Не обязательно Следовать Там Канонам И На мозгу Тоже Получилось Неплохо Давайте Поговорим Тогда Немножечко О женских Таких Проблемах О женских Темах Как вам Удаются Все время Так потрясающе Выглядеть Вот есть Какие-то Такие Специальные Секреты Красоты От Валерии Ну Спасибо За комплимент Конечно Специальных Секретов Нет Вот такой Секрет Есть какие-то Диеты Какие-то Или вот Ну Есть какие-то Вот такие Нюансы Которые Ну Есть наверное Просто У меня Определенный Есть Принцип И питания И Образ жизни Я вообще За здоровый Образ жизни Я Не курю Не пью Вообще Всягла Себя Я ест мясо Я в том числе Стараюсь Еть больше Овощей И фруктов Я не ем Жирного Не потому Что это Какой-то Табу Если Будет Какой-то Праздничный Какой-то Будет повод Если будет Какой-то На столе Праздничный Торт Потрясающий Я съем кусочек У меня нет Никаких Таких Ограничений Железных Мне просто Жирное Просто не нравится Жирное Сладкое Не нравится Я стараюсь Быть умеренной Во всем И в еде В том числе Стараюсь Не есть на ночь Просто не ем Потому что Стараюсь Не ем на ночь И каждый день я занимаюсь Критически уже Много лет И даже в те периоды Когда я Ждала появления своих деток Снова занималась Я не останавливалась Мне там час-полтора в день Ежедневно А какие-то Вот есть Предпочтения По отношению К стилистам К парикмахерам Модельерам Вы знаете Стилисты Что касается Работы Над видеоклипами Над видеороликами Да Для таких моментов Мы приглашаем Стилистов У меня есть Постоянный Парикмахер Ольга Бурмистрова Поэтому Мы как-то Действительно Сотрудничаем Вместе Уже Не один год Что касается Модельеров То я стараюсь Выбирать Готовую одежду И у меня Здесь тоже есть Свои Приоритеты Мне в последнее время Очень нравится Марка Вояж Английская Вообще Английский дизайнер Мне нравится Пол Смит Мне нравится Эси Уильямсон А парфюмерные Преподчения Какие-то есть? Парфюмерные Говорят О женщине Очень многое Могут сказать Ее духи Вы знаете Я Очень переменчива В том смысле Что Сегодня я Пользуюсь Одними духами Завтра другими Но эти духи Должны не обязательно Подходить Характеризую Свои Пристрастия В этом смысле Так Духи должны быть Очень легкими Желательно С цитрусовым Каким-то оттенком Таким Я не люблю Сладкие Очень пряные Это не мое Баверия А чего вы в жизни Не любите? Я не люблю Грубости Я не люблю Пошлости Я не люблю Неискренности Фальши Лжи Да ну Список Можно так вот Написать Ничего Я в этой жизни Не люблю А что любите? Все что Все что Противоположно Этому Валерия Где вы Предпочитаете Выступать? Вот Насколько я знаю Ваш гастрольный график Это большие дворцы Концертные залы Вы любите ли выступать В клубах? Вы знаете Это совершенно Другая история Выступление В клубе Или вы вообще В клубах не выступаете? Нет Иногда Такое Случается Происходит Не скажу Что часто Бывает И в клубах Совершенно особая Атмосфера То есть Во-первых Программа Отличается От той программы Которую мы показываем В клубах Есть возможность Увидеть вас Поближе Зрители И мне Есть возможность Зрители поближе Увидеть И в клубах Мне кажется Зрители Настроены Повеселиться Раскрепоститься Оторваться На всю катушку Просто Вот это и есть В клубах И это настолько Передается Мне на сцену Не знаю Это особое ощущение Но в то же время В клубах Я не могу петь То, что я пою в залах И не могу Так разговаривать С зрителем Как я говорю В зрительном зале Поэтому Везде есть свои Какие-то преимущества Это разные Я бы не стала Сравнивать Почему вы так Мало балуете Зрителей подмосковных И зрителей Москвы Своими концертами Ну я даже не знаю Наверное Это не от меня зависит Это зависит Наверное Скорее От людей Которые занимаются Организацией Моих концертов Я с удовольствием Поступила Предложение Выступить В ряде сейчас Подмосковных городов Я с удовольствием Это делаю Раскройте секрет В каких вы уже выступали В подмосковных городах И в каких еще будете Мы выступали В Раменском Вчера у нас был концерт В Подольске И Вот сегодня мы Здесь В Королеве Ну вот На настоящий момент Наверное Такой микро Тур по Подмосковью Завершится Вашим городом Я думаю Что это не последний Такой рывок Я думаю Что мы еще Вернемся Я с удовольствием Выступаю В подмосковных городах И Здесь Удивительная публика Очень Открытая Дружелюбная Хорошо Реагирующая Такая Раскрепощенная Мне очень нравится А что касается Концертов в Москве Действительно За все время У меня был Один единственный концерт В ДК Горбунова В 95 году Но в этом году Мы планируем провести Большой Сольный концерт В концертном зале Россия Это будет Как бы Будет стоять На рубеже Двух гастрольных туров То есть Первый заканчивается Летом А осенью Начинается Следующий И вот На стыке Этих двух Таких вот Рубежей Будет стоять Этот концерт В России Так что Заранее приглашаю И к сожалению Вот время нашей программы Подходит к концу И традиционный вопрос Наверное без которого Не обходится Ни один разговор С человеком Который постоянно работает Постоянно создает Что-то новое Всегда хочется знать Что же будет Традиционный разговор Творческих планов Осенью Появится Мой новый альбом Который сейчас Собственно Уже почти завершен Так что Мне будет вас чем порадовать Там будет много Хороших песен Очень разных На мой взгляд Интересных И будет подготовка К большому Концерту В России А еще один Самый-самый маленький Вопросик Перед финалом А какую музыку Вы сами любите Какую музыку Вы сами слушаете Вот дома Что в вашей фонотеке Мне поет Самая-самая разная музыка Наверное Все последнее Что появляется Все что выходит То Оседает у меня Фонотеки Сейчас слушаю Большей частью Наверное В информативном порядке Действительно Все то Что появляется Потому что Ну просто так Для души Конечно Я могу Поставить Какую-то Одну-другую пластинку Это может быть Шаде Это Может быть Что-то вообще Из старого Такого Очень-очень старого Вообще Из детства Типа там Группы UK Например То есть Тоже разная музыка Я в детстве Любила разную музыку А вы Пытаетесь Влиять на музыкальное Пристрастие Вкусы детей? Настоящий В настоящий Период Нет Потому что Дети должны Есть только Невольно Не в прямую Потому что Сейчас Они в таком возрасте Находятся Влияй-невлияй Они все равно Будут Их будет интересовать То что Слушают Их сверстники Их будет интересовать Вот эта детская Вот эта подростковая музыка Они должны Этот период Пережить А потом уже Конечно Они будут знать Что такое хорошо Что такое плохо Но их все равно Будет тянуть Вот В этот срез И Это все через это Прошли И Я спокойно отношусь К тому Что они слушают Что-то такое На мой взгляд Совсем детское Как вы считаете Вот такой музыкальной семьи Они вообще выберут Музыкальную карьеру В дальнейшем? Не знаю Не знаю Посмотрим На настоящий момент Я понимаю одно Что Я в их возрасте Была увлечена музыкой Гораздо больше Наверное У них сейчас Больше всяких Других интересов У них появился компьютер У них больше Наверное Информации По телевидению И Отовсюду Просто И можно Сфер приложения Своих собственных сил Наверное У них Гораздо Гораздо больше Поэтому Не знаю Я знаю Что Анечка У нас очень хорошо Рисует Лепит И Ее тянет Именно Явно у нее Художественный вкус Хотя Они все Детки Очень музыкальные Вдруг Кого-то Конечно Прорвет Через пару лет Не знаю Я знаю В вашей жизни Был этап Такой Педагогической Деятельности То Учебное заведение Игнесинку Которую Вы когда-то Закончили Вы вернулись Туда Педагогом Что Вы преподавали Студентам Что Вы хотели Самое главное До них Донести Ну Во-первых Я пыталась Заниматься Своими студентами По такому же Принципу Какому занимались Со мной Мои педагоги Там есть Давыдчик Обзон И Гелена Марцельна Великанов Они относились К нам К студентам Как К своим коллегам Пусть младшим Ничего не умеющим Но все-таки Коллегам Учитывая Индивидуальность Каждого И Понимая Что Артист Пусть он еще Неопытный Но он уже Он уже Интересен Зрителю Он уже интересен У него уже есть Свой зритель Пусть их немного Да И вот нужно Вот от этого Отталкиваться Вот от индивидуальности Пыталась Как-то Вот Действительно На основе Вот этой Индивидуальности Я рекомендую Все было Две студентки На самом деле Потому что Я бы много студентов Убрать не могла Потому что У меня Не было времени Сейчас моего Подавно нет Потому что Я бы оставила Эту затею У нас Преподаватель Сказательности Ну что ж К сожалению Время нашей программы Подходит к концу Оно пролетело Совершенно незаметно Я На этом Наши уважаемые зрители С вами прощаюсь И по традиции Предоставляю Заключительное слово Нашей гости Так ответственно Заключительное слово Знаете Я просто-напросто Хочу вам сказать Что Я хочу пожелать Всем добра Добра Любви Самое главное Наверное Что должно быть В нашей жизни Сейчас Грядет В общем Пора отпусков Лето Надеюсь Что солнышко будет Тепло Порадует нас Своими лучами Поэтому отдыхайте Набирайте сил И всегда будьте В хорошем настроении Музыка Субтитры создавал DimaTorzok Музыка Музыка